Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии The Rim в Сидмейр Сивилизейшн 6 Газерин Сторм с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, слита. Это слита. Тормоядерка вообще ж не перехватывается. Перехватывается. Если будет РСЗО. Просто так как он на 2 клетки работает, а РСЗО только одна, один радиус. То, как ты понимаешь... А, не, подожди, сила обстрела 95, дальность 3. А, или это только на самолете? Ты не понял, ядерка накрывает вокруг себя 2 клетки. Понимаешь? А РСЗО перехватывает только в соседних клетках. Все, я понял. Поэтому тебе надо либо, блин, все поле заставить, как бы... Поля вы накрыть. Блин, там у него еще песчаные бури проходят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или ядер лучше делать, чтобы уже просто в его армию бросать... Алексей, предложение... Знаешь, у строителя... Продолжение следует... 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 да блин почему не на моей территории а ой шо я сделал вместо того чтобы вычистить англия дай денег на борьбу с канадой ты можешь попросить сам или конечно я кати самый попросил только что сказал сказал дай денег у меня кинул ну нихрена себе ну да так вот дорого стоит встречная сделка я знаю блин мне не открывается сейчас там все 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 принято мне ну слушай так нечестно михаил в конце хода но в начале бы кинул летит ракета и у меня 10 секунд остался даже походить ничего не смог сделать и до ядерки в начале пожалуйста пошел ну ты что же готов я даже больше науки чем у него что уничтожили суши может пока прекратим войну потому что может у вас какой-то еще шанс останется тогда ладно давай и тогда деньги ты верни назад так я их патра я же их не оставил у себя их потратил может увидеть не так мы друг другу уничтожили тут как бы ну то есть что прям совсем ну да ну посмотри к сколько науки у меня у меня и у канады у тебя еще не все открыто да а что у него все открыто у нее тоже не все открыто сказал что вы всегда в то время впереди у меня нахлоба мне мне кажется тут но хотя попробую может еще что-то сделать что инк этот задолбал а кто-нибудь следил за противостоянием этих двух которая америка и раб нет у меня карта была не открыта что как-то медины она и вправду стоит очень широко раз два три четыре пять шесть в шестом радиусе ну ну помню остались у него рядом тоже ничего не каир посмотри каир тоже или а но шестой радиус что мы так стоит при том с левой стороны от реки не справа с хлеба Да, странно Продолжение следует... Не, ну да, все тут Нам с канадцем Гамовер Выглядит так, что Финикия Ну, выглядит так, что Финикия улетает, да? Это только все больше выглядит А великие люди там у кого вот эти вкусные? Какие? Плюс сто процентов у англичанина Тысяча пятьсот у Канады Плюс двадцать процентов у Грузии Ну, сто процентов у Англии Это круто тоже Так он же не один вроде Мне казалось, что он... Ну, ты видишь второй? Не, второй обычно это великий инженер Пока его не было За тебя, англичанин, голосую Торговые пути Я же говорил, что в меня лучшие кровавые Да-да Так, что там у канадца? За что у него может быть туризм? Наверное, литература Деду снимаем дипломатику Деду снимаем дипломатику А что шедевры снимаем? Литература Да, я просто Тоже канадцу уничтожил Но он меня Два классных города убил Тоже хорош Этот еще ладно Но этот был Мощный Господи, какой он муторный Мир? Да Инка добью Спасибо за игру Удачи И махина тахин Сима Спасибо за субтитры Да А что, третью ступень Никто не хочет запускать? Все очкует Не, а что Ну, канадца тут уже нету Считайте просто в игре Канадца нету А вот уран у него есть Так и у меня есть уран Ты что думаешь Я ни в кого не брошу ничего? Ну, ну, не знаю Может, это добрый Да Канадец, я добрый Я вот по-доброму То есть, слишком поздно вышел у него Только сейчас первое заказано У Англии 88 урана Просто Просто завались У меня нету урана Вообще Может, дадите? У меня тоже вообще нет Кому дать? Я могу дать Дайте мне Грузи Грузи Окей Ну, начинается Ну, что ты начинаешь Нормально же общались Ну, вот и я так думаю Да, блин Ты там что, мне предлагал что-то? Ты получил мое предложение? Да Делись Даже 10 эти 30 кидал Да Сейчас я тебе еще дам Хорошо Не давайте Друзья Так мы дружим или нет? Уже нет, да? Да нет Просто мы дружим С Финикией? Ты с Финикией дружишь? Так он Финикией улетает Не знаю Если ты с Финикией дружишь Это я не буду тебе уран давать Ты уже дал Ну, 10 Ну, господи Ты одна ядерка Ты должен быть Сумасшедшей Тамары И кидать Веером просто Ракеты во все стороны Нет, но он же не ядерный Ганди В конце-то концов Ядерная Тамара Это тоже Новый Надо вводить новый мемчик Ядреная Тамара Грузины в чатике есть Значит, никого не оскорбляем Отлично Я это Расчетление ядера открыл А, уран не открыл Смотрю Еще уран Но я же тебе дал уже Ты можешь пользоваться В смысле ты не открыл уран Знаю, что у тебя его нет Так я не знаю, что его нет Я думал, что он О, хорошо В общем, я предполагал, что я его уже открыл Хотя на самом деле нет Нет, это все В Грузии я только что была, да? Что в Грузии? Ну, про уран Да Да У тебя нет урана Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ощущение уже был А есть карточка, которая Ускоряет ядерки Нет, есть ту, которая снижает их содержание Все, мне выкинулись У меня нету большим Жаль Ладно, давайте это открывать О, Финикей колонию на Марсе И умные материалы открыты тоже Ну, если ничего не сделаете Финикей улетел Улетел Вы точно ничего не успеете В надежде, что на другом конце карты тоже кто-то что-то сделает Ну, на другом конце карты Как бы науке было не так много, как у вас Поэтому я у всех примерно сужаю У всех примерно одинаково было науке Ну, надо Я сейчас про себя говорю Да и у тебя тоже Прямо так столько же было Ну, в какой-то момент Я проседал что-то там Там разница была Обычно плюс-минус 40 Этих очков науки И все Короче, Финикей, я так понимаю Осталось только ускорялки Найти где Они предпоследние в самом конце Ой, а что же у нас это такое? Что же за инженер там такой На плюс 100 процентов Спасибо Или я не успел Успел, фуф Ну, это все равно мне не поможет догнать финики Если на него никто не нападет Ой, блин, тут же надо было Я опасался другого человека Так, он не понимает Что осталось? Что же оно? Как это такое Как это такое Как это такое Что случилось? Как это такое Ну, а что сказать Серь說 Что это делать я как бы тоже все исследовал а умные материалы не а ну короче если вы хотите наукой побеждать вас единственный шанс это и не перевалить не ну то а как а какие еще варианты как они могут тебя обогнать сидим домики построен меньше вот этот чувачок есть сергей королев то есть последнюю детальку я могу им ускорить уровень 111 97 125 в ареции с производством там и все неплохо у тебя кстати рассинхрон меня не через ход же наверно сейчас я так предполагаю что в один прекрасный момент у меня загрузится ядерное пепелище а и у а и 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 Продолжение следует... 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 Скоро... Продолжение следует... 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 играть кто-кто победил а кто тут такой победитель так правление будущего блин чё там недавно в настях промелькнула что канада готова запуску колонии на марсе да канада закончил а у него между прочим этот великий человек на узкой он последнюю просто ч великим человеком сейчас запустят что новый раунд войны то есть никто никто даже не хочет обвинить его я так понимаю в смысле канаде не надо разве ждать ну нет она это ее способность канаде нельзя внезапную войну объявить только если у тебя есть война золотого века тогда ты сможешь на следующий ход после обвинения в этом как бы прикол поэтому вы либо сейчас как-то попытайтесь что-то сделать не беспокоить и я не думаю что я успею вообще жесть финики я запустила последнюю пишу и даже ядерку в свою будку не получит да я михаила завалил ядером по самые ушки понимаешь это это там летите улетает спокойно посреди карты все соседи куча вокруг вот кого надо было так я же не могу я до него вот он как раз я не как до него михаил бы уже был на другой планете спокойно крайняя степень возмущения вашим поведением безобразным фига семя путеволы отваливаются и чё это примечу и мачо отваливается ты чё англичанин вообще смысле я вообще я не вообще в героический век ломанул мы же начал управу не найдем так пожалуй мог что надо в путеволы не красный чего пройдет все же украдено до вас еще что-то находит дамбу все-таки сначала или подождите давайте сначала этот гавань не это караваны на производство посылать ты что было Ну, еще нет. Ну, у меня это... Михаил, предложение. Все, 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 давай дружить. Тебе же могу. А, да. А зачем тебе армада атомных подводных лодок? Кому, кому, кому? Канаде. Канаде? А, так это ядерки хорошо запускаются. С такого вот. А он их настроил, когда мы с ним воевали. Я думаю, у него из тех еще пор остались. У него же венецианка. Я такой приплываю, знаете, у него хоп, следующим ходом корпус, хоп, следующим ходом армия. И я такой, блин. А если сразу строишь армию, то получается две получаешь сразу? Нет, по-моему, там все-таки венецианка Слушай, а Михаила скажи реально, как оно? По-моему, он просто юнит будет давать. Да, просто копию юнита. Ну, вот смотри, понятно, но если ты строишь сразу не не единочный юнит, а сразу армию, армаду строишь. Ну, тебе тоже дают армаду? Скорее всего, одиночный юнит даст. По-моему, тоже что-то мне такое вспоминается, что он одиночный дал. При сайтании морского юнита вы получаете второй такой же. Ну, такой же, но юнит такой же. Какой построить? Хрен знает, ладно. Надо будет в одиночный попробовать. Ну, если Англия мне даст сейчас денег, то сейчас и проверим. Не, ну, при покупке она не дает второй. Только при постройке. Поэтому именно что строить надо, а не покупать. Ну, я понимаю. Спасибо. Прийти, погонять дуэльку, то есть не фуфа, посидеть, потом сказать, что я устал и уйти, это, конечно, мощно. Ну, прекрасно выступили спортсмены из Эритрии. То есть ты хочешь еще с нему сыграть несколько раз, я так понимаю. Я такого не говорил. Прикинь, вот он с тобой дуэльку, ты в селфов, а он с тобой будет дуэльку еще играть. Тоже приезд. Продится американца, почему бы нет? В том плане, что кто ему может запретить. Он же американец. Ну, да, да. Ну, как бы плюс 5 на родном континенте, почему бы нет? Почему бы не попробовать? Ну, попробовать вот точно так же, как мы, например, с Михаилом попробовали, покидались ядерками, да, или там еще перед этим мы там воевали на кораблях. Мы же могли тут бороться и дальше продолжать. Нет, все еще есть возможность и нам победить, и вы нас еще боитесь, вдруг мы кому-то из вас объявим войну. Вот это а так получилось, а так получилось американец воевал с арабом, грузин там сидел, спокойно развивался, финикиет спокойно развивался, потому что там у них сзади воюют. Все? Шибись? Я знаю, кто победит. Ну, скажи. они уже религиозная победа или дипломатия. А, блин, я тоже знаю. Блин. Но это опять вот к вопросу о том, что американец никого не напрягал, кроме арабов. ну, да. Через сколько ходов? Да, посмотри, просто победы, господи, что ты спрашиваешь. 13. Всего 7 ходов. и просьба о помощи 7 ходов. Ну, допустим, что у нас есть призрачный шанс. Какой призрачный шанс? Он заканчивает всемирные игры, это 1 очко дипломатической победы. Надо как-то пытаться это хотя бы перебить. Тем более, что тут сейчас не высчитывается. дипломатическая победа нормально высчитывается. Шанс победить, если Англия даст мне все деньги. Класс. И города, и города. Нет. В чем у него стоит минус 271. Чтобы перебить 2200, нужно прилично денег отсыпать. Грубо говоря, я тебе даю денег, ты мне их отдаешь назад, получаешь профит на просьбе о помощи. А, Наоборот. Ну, так ну да, будем, да. Я тебе скидываю деньги, получаю преимущество по просьбе помощи. Или там вот а ты мне их что делать-то? Ну, слушайте, я верю во всех города. Пытаюсь всемирные игры перебить, так что не надо, я за вас. Если там дед победит, это конечно будет респект и уважуха дипломатии. А он еще может получить какие-нибудь голоса от чудес и от социальных политик и научной? В зависимости от того, что у него открыто. Ну вот в науке в принципе есть какой-то? Вроде по науке по дипломатике есть по одному. А, морские поселения, вот морские поселения дают и он не открыл их. Да, значит, морские поселения стопудово плюс одну очко. Ну, я даже, честно говоря, не представляю. Я даже не запрещаю, как можно ему помешать. Только если сейчас его закидывать ядерками, чтобы у него науки не стало. Вот одну очко дипломатической победы. Да. Это прикол, конечно. я вообще не знаю, что мы должны по этому поводу волноваться. финикия проигрывает, считайте. глобализация. А я в этот момент как-то вот прошляпил. Я думал поставить эту статую свободы, но что-то как-то забыл. Это не прошляпил, это просто не надо в конце игры заключать союзы, дружбы, вот это вот все. Так, могу тут хлеба и зрелищ проводить, кстати. Вот вам и лояльность. зачем мне впрягаться в это? Скажите, я отстаю от всего. лояльность. Может, баня все-таки отремонтировать? Ладно, давайте баня. все-таки счастье дают. Так, тут все рабочее, тут я рынок отремонтировал, здесь надо маяк, и здесь, кстати, маяк, что-то я забил на полпути. маяк, да, да, аннигилировали мы с канадой друг дружку это почему тебя никто не запускает нифига я сейчас эту колонию запускаю используем я не знаю до голосования 12 михаил чего-то сказал что через семь ходов вроде же до голосования 12 потому что просьба о помощи всемирная игра просьба помощи 7 ходов если он за морские поселения не получал тогда очко там очко здесь он он точно не получал морские поселения значит там очко и просьба помощи она будет 10 20 еще вопрос в культуре где эта фигня так она есть и в культуре а да она и там и там есть только не помню как ну я ну ну он блин он точно впереди он где-то и в культуре но это где-то в эпохе будущего очевидно кто-нибудь видит наверно еще никто не видит показать при на умные силы да конечно хорош ну одно очко он точно с этих поселений возьмет а вот в культуре может ему даже уже и не надо там не побеждать ни в каких так маяк маяк стоим стоим не знаю ну даже суши ну и даже я запущу вот последнюю деталь у кого-нибудь есть прибежать захватывать города я мирным атомам обеспечу ну может этот канадец при приплыть а тут не только один город на побережье ну а финики это у тебя союз с грузией конечно же да на веки вечной но но так туши англичане так у тебя что же союз а у тебя свиники говорили вам постоянно не заключаете дружбы в конце игры да я канадцы конечно тут у меня это получше среди даже несмотря на то что ядерки попали ареции рим 1818 тут 21 тут 16 города у него конечно похуже 656 1212 оттого серьезно пострадала то есть даже несмотря на то что у меня захватил города это не особо помогло так господи кто у меня деньги тырит да и Продолжение следует... Я карасик сделаю... Найн... Что сделал? Ну там это... Не это говорю... Подводная лодка стояла на рыбе... И туда полетела ядерная... Твоя? У меня нет урана... Так, Рустави и Поти, да? Их накрыло... Обидно... 68, 73... То есть... Финики... Ну, положим финики... Я вот эти техи открыла, да? 71... То есть на 3 техи она впереди... Да... Угу... Говяжий фаршик... Пойдем... Пойдем... Чикен Райп... Так, запускаем... Эту фигню... Угу... Смотрим, что я тут... Тоже полетел... Раньше всех... Вообще... За финики... Но... Во-первых... Видите сколько мне открывать? У меня нету науки вообще... Нифига... Ой... Тем временем Рим... Тоже подсуетился... Да... Но... В ускорялке очевидно... Финики раньше выйдет... Как бы... В два раза больше науки... Вообще не знаю, что ты... Впрягаешься за финики... Убивать... Я в себя еще впрягаюсь... В Грузию... То он должен был это делать... Но у него я... Фурана нету... Скорее всего мои проблемы... Угу... Сколько ходов там? Угу... Помощь... Угу... 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 Три хода... Угу... Три хода... Угу... 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 Ну... Грузия побеждает, да? Ну, если, конечно, мы сейчас скинемся с Римом, сольем голду одному кому-нибудь, и все это дело отдадим канадцу, тогда он с этим делом может пролететь. Учитывая то, что я у него производство так это в городах подрезал, думаю, что фон проекта не сможет сейчас крутить. Ему нужно будет или лично отдавать деньги, или... или никак. Кто тут против меня ядерный кризис? Выдвинула? У кого есть дипломатические очки, вот тут и может. А учитывая то, что через канадца идет большой ее робот, то вполне вероятно, что он сейчас с Аквилией, а Ареций, типа, позабирает. Ну, пускай забирает. Значит, я не буду давать деньги на Грузию. Нафиг надо. Зачем ему меня забирать, я не знаю, правда. Нет, так подожди, сейчас выпадет военный кризис. Из-за разряда вот захватите, ну, рим-агрессор, захватите Аквилию. Ну, и что? И получите иди-пачко. Так. Там, по-моему, не дается иди-пачко. Ну, я вот не помню на счет этого. Так а зачем канадцу иди-пачко, подожди? Да нет, не канадцу. А, грузину. Там грузин идет на меня? А, грузин робот через... Ну, или он об меня обходит, или он к тебе идет. Ну, у Грузии 19 очков. Он вышел в морские поселения. Он, скорее всего, уже и выходил по культуре в дипачко. Че-то, что я могу это сделать. А он, ты, подавно. Ну, вы все вместе... Точнее, мы все вместе на одном уровне. Да, борьба с глобальным потеплением. А, в управление РИС, конечно, мы пошли. Я, кстати, не знаю, куда он роботом идет. Грузин, куда ты роботом идешь? Расскажи. Чего? Так, че там происходит? Алло. Алло. Вы что-то делаете? А, города захватываете? Ну, класс. Войну объявил. А че ты мне войну объявил? Че-то геноцвали попутал. Не понял. А почему меня реактивный бомбардировщик не хочет атаковать? А, понял. Ну, привет. Да, чуть-чуть не хватило. Вот. Так ты еще и финикию там валишь? Сколько их у тебя? Скажи мне. Есть одна, следующий ход будет еще. Одна, потом будет. А почему вы же там какие-то читы, типа, перекидывали башки? Ты, видимо, то ли молчал, то ли отключил микрофон, то ли... Да, я тут отходил. Подожди. Я предлагал денег слить мне, я волью в... Шотландцы. Ой, где где? Шотландцы. Канадцы. И выиграю по... Ну, у меня ход начался. Я не знаю, почему вы говорите, что он победил. Она сейчас прогрузится. Ну, в любом случае, даже если так, то... Понимаешь, дело в том, что, во-первых, у меня этого кризиса нету. Например, я его не вижу. Я только вижу всемирные игры. Я согласился. Или был... А, ты или не был участником. Блин, 17 пасов. Понятно, куда пихать. Не долетает... Да. Спасибо. Будут. ну вот мне нечем захватить горе просто тупо нечем то вы прям хотите уничтожить нахрен это единственная возможность его остановить это дипломатическая победа так подождите так закончился кризис в итоге не приняли он идет до сих пор просьба помощи текущий и соревнования победитель вы не получили наград 2 но видимо следующий ход насчитает все понятно ну дед блин дед молодец давайте заканчивайте ход подожди подожди дай покидать я-то я не полу нафига грузин ко мне ко мне прибыл этим роботом сейчас с дружественным визитом трое человек улетают но тут конечно в плане научной победы тут не повезло что очень долго ускорялки это как-то без шансов а сколько те еще те наверное еще несколько тех надо я так понимаю или ты вышел у меня по этому поводу есть как один комментарий глаз алмаз а жопа циркуль вот прям угадал момент но услышал на самом деле если бы я не повоевал с канадцем то я думаю михаил будет победил ну смотрим мультик два города два полностью убитых города у грузии остались он сейчас победит неужели я сам это не верю 19 за причем то есть он завершил какой-то даже проект который я не видел проекта помощи кто бы побеждал ну да наверное супер герлуга победил у нее просто урана немерено это способность англии у них там в два раза больше всех этих ресурсов с победой дед грузинской империи дипломатической победой кинзмараули хванчкара сейчас текут рекой на грани реально посмотрите сколько там саладин потерял юнитов сколько американец уничтожил ладно спасибо за игру бежать мне надо прикольно получилось пораньше ходу бы на три пораньше бы сказали что там дипко меня просто юниты не успевали добегать эх ладно все-таки сколько юнитов потерял саладин то есть он под 45 что ли юнитов посмотрите а вот сколько американец штук 12 получается так там здесь почекуток кучу потерял когда проигрывал я вот здесь но это ядерка явно прилетела белая но с грузином вообще практически не воевал грузин за штук пять что ли потерял и все дракона и нападали в конце забирали но это не помешало ему в итоге выиграть как видите дипломатической победой но это проблема вот того что у него под боком два игрока были заняты разборками дуэлью два чувака сидела просто друг с дружкой радостно воевала всю игру а он спокойно выбрал себе путь развития и его придерживался вот здесь видите это канада шла по культурной победе вот тут я скинул у него ядерки и все на этом закончилось что давайте на науку посмотрим как мы вдвоем с канадой друг дружку аннигилировали просто даже вот интересно вот она вот я в него бросил вот он в меня но в итоге кстати оказалось что я меньше потерял чем он даже если то что у меня уничтожил два моих неплохих города а я у него только один и не самый кстати лучший но не помогло вообще и вот как англия шла и еще мне бы финики интересно было посреди вот финики практически уже улетела да но я про себя скажу наверное моя ошибка была что я слишком рано напал на канаду все-таки стоило рссо построить и хотя бы еще один еще одного робота мне кажется я бы мог его реально продавить забрать он бы в меня кидал ядерки но я бы его просто выключил бы из игры и дальше мог что-то делать и я бы просто остался бы в игре в плане с роботами и потом мог бы дальше на грузию пойти а так как мне пришлось остановиться то и соответственно я уже не игрок был я бы там смог видели там у грузии два города оставалось только два города я мне кажется мы с англичан бы его забрали грузина там бы дозабирали финики в это время я уже улетал по-хорошему мне кажется я бы быстрее улетел чем англичанин не такое ощущение но на самом деле проблема в том что вот у грузина просто там в первые двух третьих игры сидели игроки которые друг с дружкой воевали и ни в чем ему особо не мешали вот и все объяснение победы нет то что дед бородит конечно сидел все отлично это бесспорно тем более он дипломатической победы победил это вообще очень не частый результат в играх то несомненно он молодец и я не в коей мере не умоляю его заслугу в победе он не пошел по накатанном пути там брать по научной победе а именно дипломатик идет вообще прикольно просто вот когда у тебя в соседях люди которые играют и развиваются и другое дело когда воюют между собой там сколько 100 ходов 120 совершенно другое нового игра получилась по-моему прикольный тем не менее спасибо что смотрели играть в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока